Святитель Иоанн Златоуст говорит на своем слове в беседе о пророчествах, говорит такие размышления о своей природе, говорит он укращает все страсти. Великое благо рассматривает нам свое сродство и знать из чего мы составлены. Рассматривание природы есть достаточное учение о смирении. Оно может укротить все страсти и произвести спокойствие в душе. Посему некто предлагал такое вещание, внемли себе, размышляя о своей природе и ее устройстве, и этого довольно будет для тебя, чтобы постоянно смиряться. Второзаконие 15 глава 9 стих. Посему праведный Авраам, постоянно содержав в себе эту мысль, никогда не высокомудрствовал, беседуя с Богом, имея пред Ним такое дерзновение, и получив от Него свидетельство своей добродетели, Он говорил, я прах и пепел. Бытие 18 глава 27 стих. И другой, желая усмирить человека надменного, не распространяется много, а только напоминает ему о его природе и сильно вразумляет его, говоря, «Что гордится земля и пепел» Сираха 10 глава 9 стих. Но ты говоришь мне о том, что оказывается после смерти усмири его при жизни. Теперь он не знает, что он земля и пепел. Он видит благообразие тела своего, видит власть, услуживость льстецов, сопровождающих его тунеядцев, одевается в драгоценные одежды, облекается великими знаками власти, и этот призрак обольщает его и располагает забывать о природе своей. Знаем, что мы земля и пепел, но знаем мы смиримодромудрствующие. А он не ожидает доказательства на это при кончине, не идет к могилам и гробницам предков своих, но смотрит на настоящее, нисколько не думая о будущем. Научи же его еще здесь, что он земля и пепел. Подожди, говорит, я научу его не этому, но другому, гораздо более уничиженному, чтобы он, когда замечтается, познал свое ничтожество, чтобы еще при жизни получить врачевство. Сказав, что гордится земля и пепел, он прибавил. И при жизни извергаются внутренности его. Сераха 10 стих 10 главы. Что значит, и при жизни извергаются внутренности его? Эти слова, может быть, не ясны. Утробую, называет он внутренности. Называет он чрево, наполненное множеством нечистоты и зловония. Не с тем, чтобы осудить природу, но чтобы привести к смиренномуудрю. Потому что еще при жизни она извергается. Видишь ли уничиженности тленность существа? Не ожидай дня кончины твоей, чтобы убедиться в своей слабости, но рассмотри всего себя человека еще при жизни. Вникай мыслью во внутренность свою, и ты увидишь все ничтожество человека. Однако, не падай духом, не по ненависти к нам, а щадя нас, Бог устроил так, чтобы подать нам великий повод к смиренномуудрю. Ибо если человек, будучи землей и пеплом, дерзнул сказать, «Взойду на небо» Исаия 14 глава 13 стих напоминает нам, то куда не улегся бы он мыслью, если бы не имел узды от природы. Итак, когда ты увидишь, что кто-нибудь надмивается, поднимает голову, возвышает брови, несется на колеснице, выражает угрозу, вергает в темницу, предает смерти, обижает, то скажи ему, что гордится земля и пепелом? И при жизни извергаются внутренности его. Это можно сказать не только о человеке частном, но и о самом сидящем на царском престоле. Смотри не на золотые одежды, исследуй самую природу, и ты не увидишь в ней ничего больше, чем у простых людей. Или лучше рассмотри, если хочешь, и порфиру, и диадему, и одежды, всю пышность, и ты опять увидишь, что и аэто состоит из земли. Ибо, Исайя 45 глава 6 стих написано, «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Вот все это украшение оказывается даже ниже земли. Видишь ли, как укращается гордость, как низвергает всякую надменность размышления о своей природе. Довольно только подумать, что такое мы, и из чего составлены, то сейчас исчезает надменность помыслов. Для того Бог и сотворил нас из двух естеств, чтобы, когда мы будем превозноситься, гордостью усмиряла тебя низость плоти. А когда ты помыслишь что-нибудь неблагородное и недостойное, дарованное тебе от Бога чести, благородство души возводило бы тебя к соревнованию силам небесным. Не только для истребления гордости полезно рассматривание природы, но когда возмущает нас и какая-нибудь другая страсть, например, страсть к богатству, или эта непристойная и доводящая до распутства страсть к телесной красоте, оно может укращать страсть. Посему, когда ты увидишь женщину благообразную, со светлым взором, веселую, с блестящими щеками, с отличной красотой в лице, воспламеняющую твои помыслы, возбуждающую пожелания, то представь, что предмет твоего удивления – земля, что воспламеняет тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Вскрой кожу ее лица, и тогда ты увидишь всю низость ее безобразия. Не останавливайся на поверхности, но проникай мыслю глубже, и ты не найдешь ничего больше, кроме костей, нервов и жил. Недостаточно? Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, глаза ее впали, щеки опустились, весь прежний цвет поблек. Подумай, чем ты удивляешься, и устыди свое осуждение. Ты удивляешься грязи и пеплу. Тебя воспламеняет пыль и прах. Говорю это, не осуждая природы, да не будет того. Не унижая ее и не подвергая презрению, но желая приготовить врачиство для больных. Бог сотворил ее такую, столь уничиженной для того, чтобы показать и собственную силу, и свое попечение о нас. Бремностью природы располагает нас к смирению, и укращая всякую нашу страсть, а вместе с тем являя свою премудрость, по которой он мог и в грязи образовать такую красоту. Посему, когда я уничижаю естество, тогда открываю искусство художника, ибо как воятелю мы более удивляемся не тогда, когда он производит прекрасную статую из золота, а тогда, когда вырабатывает точный и совершенный образ из грязного вещества. Так и высочайшему художнику Богу мы удивляемся и воздаем похвалы, потому что пеплу и грязи он сообщил отличную красоту, и в телах наших явил неизреченную мудрость. И это совершил он не в нашем только теле, но и со всем творением своим. Создав твари большей частью из веществ неважных, он вложил в них явное доказательство собственного искусства, и вместе напечатлел на них некоторые признаки бренности естества, чтоб ты по искусству и красоте удивлялся художнику, а по бренности и неважности природы естества не поклонялся тварям. Помните же эти слова, сказанные не против природы нашей, а против непотребных пожеланий. Не природу осуждаем мы своей речью, а пожелания. Таким образом усмирите гнев и также укращайте похоть. Так обуздывайте гордость Господу нашему славу во веки веков. Аминь.